Это информационный тележурнал «День за днём». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Мария Гребенюк. Здравствуйте. В Тобольске продолжают повышать престиж рабочих профессий. На базе многопрофильного техникума и в пединституте уже второй день проходит шестой региональный чемпионат WorldSkills. В нём принимают участие 30 конкурсантов. За их работой наблюдают, оценивают навыки и умения 48 экспертов из Тобольска, Тюмени, Москвы, Томска, Череповца, Сургута и Чебоксар. Алена Орехова следит за ходом соревнований. Елена Самко ветеринаром работает 5 лет. Считает, что лечить животных сложнее, чем людей. Ведь о своих болезнях они сказать не могут. Поэтому и на помощь приходит современное оборудование. Участники регионального чемпионата WorldSkills тоже шагают в ногу со временем. Сегодня в качестве конкурсного задания они делают УЗИ лабрадору Йорику. Этот конкурс – это достаточно интересное нововведение. То есть, когда мы учились, соответственно, такого не было. Я думаю, что для студентов, да, это будет большой стимул. То есть, показать себя, проявить себя. И, соответственно, в дальнейшем все эксперты, которые там присутствуют, могут даже и приглядеться к студентам. Ветеринар Елена Самко уже эксперт. А вот второкурсница Кристина Сластен только погружается в отзывы ветеринарии. В этой компетенции соревнуются пять девушек. Все они студентки Тобольского многопрофильного техникума. Здесь получить профессию ветврача можно уже на базе девятого класса. С восьми утра, получается, у нас была клиническая диагностика кроликов, потом крупнорогатого скота и малорогатого скота. Вот. Сейчас мы делали УЗИ собаки. Вот. И писали по нему заключение. И проводили тоже клиническую диагностику перед тем, как делать УЗИ. Не менее сложные испытания и в компетенции электромонтаж. За 18 часов восьмерым конкурсантам необходимо не только собрать схему счета, но и запрограммировать ее и показать в работе. Еще одно дополнительное задание – найти 15 неисправностей. Независимый эксперт из компании «Сибур» Александр Ауль контролирует охрану труда и промышленную безопасность. Он считает, что участие в таком престижном чемпионате сегодня ценится у работодателей. На данный момент очень широко в России это развивается и дает просто зеленый свет многие предприятия нашей Родины, скажем так, на благополучное трудоустройство и достаточно высокие должности, особенно для студентов, которые занимают первые места на высоком уровне данных соревнований. Высокие стандарты WorldSkills поднимают сегодня престиж рабочих профессий. Алена Орехова, Михаил Куричко, Тобольское время. Первая в стране студенческая площадка общественной организации «Опора России» появилась в Тобольском многопрофильном техникуме. Теперь здесь будут готовить ребят к предпринимательству одновременно с получением профессии. С подробностями Елена Макова. Теперь учащиеся среднеспециальных учебных заведений, получая образование, смогут параллельно открыть в себе предпринимательскую жилку, а впоследствии организовать свое дело. Для меня, наверное, в будущем есть несколько планов. И сейчас, естественно, мне нужно закончить среднеспециальное образование, а далее я планирую открыть что-то свое. Ну, например, это школа аниматоров или агентство праздников. Инициатором проекта выступил Союз предпринимателей «Опора России». «У нас пришла идея начинать вовлекать предпринимательство и обучать предпринимательство как можно раньше. Как можно раньше помочь нашим детям в профессиональной ориентации. А те, которые сориентируются в сторону предпринимательства, как можно быстрее и квалифицировать, дать им необходимую предпринимательскую компетенцию». Тем более, площадка для этого есть. В Тобольском многопрофильном техникуме на отделении искусств и культуры открыли каворкинг-центр. Здесь созданы все условия для работы, есть зоны для индивидуальных и коллективных занятий, мастер-классов. «Это будет площадка для ребят, кто планировал бы, хотел бы открыть в будущем свой бизнес. А мы практикующие, опытные предприниматели, соответственно, их будем этим обучать. И я думаю, что уже в мае, в день предпринимателя, он проходит 31 мая, некоторые реальные проекты уже сами студенты напишут. Вот, может быть, это будет грант, может быть, это уже бизнес-идея». Другие среднеспециальные учебные заведения Тобольска выразили желание подключиться к проекту. Ирина Макова, Виктор Муратов, Тобольское время. «На высокий уровень подняли свое ремесло предприниматели, торгующие медом. Благодаря своей инициативе и мобильности они открывают целебный продукт жителям разных регионов. Нередкие гости они и в Тобольске». «Натуральный мед – это не только вкуснейшее лакомство, но и кладезь микро- и макроэлементов, витаминов и аминокислот. В ДК «Синтез» проходит выставка меда из Башкирии и конфитюра от Пасеки Монастырской. Представлено более 30 сортов меда. Кстати, мед не теряет свои вкусовые качества и при длительном хранении. А значит, купив один или несколько сортов, можете быть уверены, вы вложили средства в свое здоровье и долголетие. «На нашей выставке представлен мед на любой вкус. Акацевый, дикий, таежный, с прополюсом, с пиргой. А также можно приобрести конфитюр к чаю и для удобной выпечки. Голубичный, черничный, калиновый, вишневый, брусничный. Мы вас ждем, дорогие покупатели». Настоящее лакомство от Пасеки Монастырской – конфитюры. Также здесь можно приобрести душистое подсолнечное масло, азовскую халву, продукты пчеловодства и при этом получить приятный бонус в виде сладкого подарка. Подробности уточнят продавцы. Выставка меда из Башкирии и конфитюра от Пасеки Монастырской будет работать в нашем городе с 16 ноября по 2 декабря в ДК «Синтез». Как табаляки используют грантовую поддержку для реализации интересных идей? Об этом говорили сегодня в администрации Тобольска. 1 миллион рублей инициативные табаляки направили на значимые для города проекты. Появился музей на колесах. Прошел масштабный фестиваль для инвалидов о спорте «Жизнь», в котором приняли участие более 100 человек с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Действуем вместе» объединил тысячу детей и их родителей. Ведомства социальной структуры на протяжении всего года плодотворно, методически работали с общественными организациями, проводились семинары, тренинги, консультации. Поэтому сегодняшнее совещание было итоговое, где мы увидели результат, мы посмотрели, что денежные средства израсходованы целенаправленно. На грантовую поддержку проектов следующего года выделено 2 миллиона рублей. Подано 22 заявки, это в два раза больше, чем ранее. Приоритетными остаются социальное, молодежное, спортивное, образовательное и культурное направление. В выставочном зале торгового центра «Ермак» открылась персональная выставка заслуженного художника России Владимира Голотенко. Книжные иллюстрации, графика, живопись в различные направления и техники. Все разнообразие изобразительного искусства представлено в работах московского мастера. Я и родился на железнодорожном полустанке в степи. Мама строила железную дорогу в 42-43 годы. Все в диковинку, потому что после степи все, что не увидишь, все в радости, все с большим интересом. Вдохновение, я не знаю, что это такое, потому что столько замыслов, я не успеваю просто. Организатором выставки выступил фонд «Возрождение Тобольска». Мы рады тоже его здесь принимать. Ну и, конечно, я думаю, что вот уровень того, что он здесь сегодня показывает, это, я думаю, будет вот как бы такая высокая планка и для нашей молодежи, кто сегодня обучается. Прикоснуться к прекрасному собрались начинающие и уже опытные творцы. Никого не оставила равнодушная многогранность автора. До рождественских праздников выставка Владимира Голотенко будет доступна всем любителям искусства. Деловой партнер программы «День за днем» салон верхней одежды «Оскар». Теперь по новому адресу «Жемчужина Сибири», первый этаж. «Оскар» достойный выбор. Стильно, тепло, любые размеры. «Оскар» – отличной одежды примеры. Мужская и женская верхняя одежда из меха и кожи. Шубы, дубленки, пуховики и многое другое. Действуют скидки до 30%. Салон верхней одежды «Оскар». Теперь мы по новому адресу. «Жемчужина Сибири», первый этаж. Продолжаем выпуск. В середине ноября в одном из бизнес-центров Тобольска из терминала приема платежей были похищены денежные средства. Общая сумма ущерба составила почти 58 тысяч рублей. Следственно, оперативной группе, прибывшей на место происшествия, тогда не удалось задержать подозреваемых по горячим следам. Сотрудникам межмуниципального отдела МВД России Тобольске поступила информация, что в городе Сургуте задержаны двое мужчин, также подозреваемых в краже из терминалов. Благодаря собранным сотрудниками Тобольской полиции вещественным доказательствам удалось установить, что задержанные граждане причастны к совершению хищения в Тобольске. Также стражи порядка установили причастность мужчин к совершению серии краж из терминалов в Тюмени и Сургуте. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. В поселке Прииртышский Тобольского района провели школу кадетов. На базе спортивного комплекса «Сибиряк» соревновались представители семи кадетских классов. Подростки демонстрировали навыки, которые пригодятся им в будущем на армейской службе. Они разбирали, собирали автомат, стреляли, отжимались, участвовали в военизированной эстафете. Причем девочки не уступали мальчишкам. И, кстати, не впервые. Варя Кистаева в области показала второй результат при сдаче норм ГТО в категории от 14 до 17 лет. Мы пытаемся себя сами совершенствовать. То есть мы не смотрим на кого-то. Новое знакомство – это, конечно, приятно. Но, тем не менее, ты туда идешь с какой инициативой, чтобы как-то себя улучшить, физическую подготовку. Сколько я могу отжаться, допустим, ну около 50 раз. Варя Кистаева представлена к знаку за отличие военной подготовки к службе. Также его удостоен Артем Якунин из Байкалова. Всего в кадетских классах Тобольского района занимается 130 человек. Теперь смену им будут готовить, начиная с начальной школы. Мы сейчас формируем отряды юнормейцев. Это будет достойная смена кадетским классам. Сейчас у нас кадеты и ребята занимаются с 14 лет, а юнормейцы – это ребята младшего возраста. Мороз крепчает, кому-то печаль, а рыбакам – радость. Лед становится толще. 8 декабря на Сумкинской старице пройдет открытый чемпионат города по рыболовному спорту. Есть время подготовиться. Ну и предстоящие выходные будут насыщены спортивными событиями. По традиции, совместно с городским комитетом по физкультуре и спорту мы предлагаем вам спортивную афишу. Предстоящие выходные хоккейная команда «Ангел Сибири-2006» встретится с командой «Ноябрьско-Ямальские стирки» на играх первенства России. Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам состоится на стадионе «Тобол». На следующей неделе пройдут игры чемпионата России по баскетболу. Встречаются команды «Нефтехимик» и «Арсенал» в городе Тула. В рамках 24-й спортакеады, посвященной Дню Победы, состоятся соревнования по гиревому спорту. В спортивном комплексе «Тобол» состоятся очередные игры чемпионата города по мини-футболу. В рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» пройдут областные соревнования по футзалу. На Кубке губернатора области по хоккею встретятся команды «Ангел Сибири-2002» и «УВАД». 1 декабря – Всемирный день хоккея. В нашей стране чествовать любители этого вида спорта начали сравнительно недавно, в 2007 году. Для Тобольска этот праздник особенно значим, ведь у нас воспитывают будущих ковальчуков и малкиных практически с пеленок. А тех, кто с клюшкой проводит больше времени, чем с игрушками – наш следующий материал. Будете в свободной строчке писать там, где свободная внизу строчка. Это не просто первая в Тобольской школе. Мальчишки знают друг друга больше половины жизни. Четыре года из семи ребята отдали хоккею. Сначала они учились стоять на коньках, держать клюшку и только потом – читать, писать, считать и думать. Но хоккей дал им больше, чем просто спортивные навыки. Ребята пришли в школу подготовленными. У них уже выработаны качества такие, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, что помогает очень в учебе. Спорт им помогает во многом. Потому что раз они умеют слышать учителя, требования его, значит, они делают все правильно. Мы за урок успеваем делать гораздо, наверное, больше, чем в других классах. Пять дней в неделю они грызут гранит науки. Проблем с примерами и задачками нет, признаются ребята. Сложнее отрабатывать броски и передачи на льду. Ну что сложнее – в школе учиться, уроки делать или на тренировках тренер гоняет? На тренировках сложнее. А что вы там делаете? Всякие задания сложные. Ну, например, расскажи. Ну, в понедельник у нас беговая, с шайбами в конце играем в хоккей. Хоккей – как образ жизни. Первый А этим и отличается от других классов. Дисциплина здесь превыше всего. Так научил тренер. Хотя и здесь бывают передряги. Я разберусь. Учитель – вторая мама, тренер – второй папа. Вот так вместе, по-семейному, они решают проблемы своих детей, помогают им справляться с трудностями. Закончились уроки, но это не повод отдыхать. Вместе, дружной командой, они спешат на тренировку. Лед, растяжка, земля. Многочасовые тренировки не утомляют, потому что хоккей – это уже любовь. Главное, что учебе это не вредит. У нас были и раньше спортклассы, и как бы результат, наоборот, говорят, что все лучше, потому что они и дружнее, и на учебу никогда не влияют. Всегда были хорошисты, отличники, и дисциплина всегда лучше. И потом они, когда побольше подрастают, им легче-то в жизни уже стоит. Им легко, потому что они команда. Знают, что нужно много учиться, чтобы достичь результата. Там на крыльях надо кататься, и к этому надо очень долго учиться, чтобы, как мы, катались очень быстро. Ну, сложно там отбирать шайбу, бегать еще, забивать голы там еще. Им еще сложно формулировать свои мысли, а вот шайбы они управляются значительно лучше. В октябре «Ангелы Сибири» победили в турнире в Верхней Салде и стали серебряными призерами у себя на родине в Тобольске. Но это только начало. Мария Гребенюк, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Поделиться своими новостями о жизни города можно в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники» или позвонив в редакцию по телефону 25-27-98. Эфир «Тобольского времени» продолжит прогноз погоды. А у меня на этом все. Увидимся. В выходные в Тобольске будет теплее. В субботу на термометре 15-20 ниже нуля. В воскресенье около 10. Ветер западный 2-4 метра в текунду. Переменная облачность. Возможен небольшой снег. Редактор субтитров А.Семкин